работа военным то есть ты уже там больше 20 лет но вот как бы ты видишь перспективу вообще свои что дальше как на пенсию выходит скажи когда это вообще происходит я могу уйти хоть завтра серьезно да мне пенсия выслужда нехило я могу уйти хоть завтра я просто служу здесь нет такого как у нас там если уж человек остался то есть мы платят и пенсию и платят ну понятно значит значит как здесь у нас вычитают из срока службы да например там календарных как люди там кто-то был в чечне кто был там в афганистане да так день за два шел у них вычитали то есть у них там 20 лет до пенсии надо выслужить до российской армии но календарных может быть там 16-17 потому что там он там был сколько-то раз чечне сколько-то там раз приднестровье сколько-то раз а здесь наоборот здесь добавляют то есть раньше было 15 лет до пенсии выслужиться сейчас надо 19 в данный момент что-то просили законы в этом во франции все это поменялось пенсионная реформа например я еще попал по 17 с половиной то есть у меня явка я получается 23 года вместе с половиной лет уже есть то есть у нас надо выслужить полностью срок службы сколько до пенсии а то что вот это было бонусы вот это то есть командировки день за два идет нам добавляются дни за каждый прыжок с парашютом у нас идет три с половиной дня грубо сказать больше есть грубо говоря прыгнул 10 раз получил чуть ли не месяц больше даже да ну да месяц так службе у нас это не вычитается как российская армия добавляется то есть у нас есть например я понял 19 лет потому что каждый год вам как будто оплачивается сумма на вашу пенсию да на пенсионный счет что такое ну да да и то есть календарных кто в россии участвовал был горячим . у них там пропускать календарных 18 а таких 20 считается потому что в этом день за двадцать два то есть у нас добавляется все это плюсуются то есть ты в общем-то сейчас работает и себе нарабатываешь более высокую пенсию да то есть мне платят зарплату у нас нет такого чтобы пенсию заплату я вообще здесь бы ездил бы на роллс-ройс я шучу конечно ну вот ну хватит просто ты и так можешь себе позволить я точно знаю у нас здесь в европе к счастью автомобили стоят дешево ну вот можно конечно новые эксклюзивные вряд ли но поддержанный точно смог бы да здесь с этим да с этим это здесь хорошо вот и поэтому вот это просто заплату просто я уйду на пенсию меня уже будет выслуга больше понятно но это кстати говоря очень интересно я тоже столкнулся той ситуации но поскольку какое-то время я когда сюда приехал в чехии я не имел возможности работать просто тут как всегда иностранцев никто не видел в регионах хешских поскольку все большинство русских украинцев оседают в праге вот в центре это так сказать ну вот и здесь их очень мало было то есть поэтому как бы местные буржуат праца там блин как это управление блин по работе но по трудоустройству то приходишь они ничего не знают и потом ты приходишь там полиции где-то говорят еще там где по делам иностранцев говорят вы можете работать идешь к ним говорят можете они начинают созвониться с полиции полиция звонит в прагу там говорят что да могут и уже дают объясняет что и как я где-то где-то год на второй только сумел получить визу на работу устроился на работу и был поражен тем что ну как бы работники то они не так чтобы лучше чем мы да а вот отношения вот общей человеческой где к тебе приплачивать за все ты вышел попросили тебя остаться больше времени да тебе это все дело оплатили еще добавок сверху какие-то премиальные то есть ты реально себя чувствуешь совершенно по-другому не так как вот у нас там попросил начальник остаться и все просто хорошие отношения спасибо а тут четко и спасибо тебе и деньги во франции так же вот я знаю что у меня много друзей тоже самое да они там неурочные остаются у них сразу сразу чуть-чуть на два включаются у меня ребята ребята работают есть много с нами в клубе тренируются скажи что это настоящий капитализм это обрыв произошел выходной день им нужно выйти все и у них у них счетчик два раза сразу двойная оплата то есть они выходной день причем ничего добиваться не надо просто сами насчитывают и все да 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 все это все то же самое как вот я заступил дежурный по части у меня есть как ну как у нас краевая часть канцелярия они уже все посчитали у меня уже автоматом я знаю что следующий месяц у меня 40 евро больше будет зарплаты ну так как то есть не надо никуда бегать что-то выяснили ну то же самое получаешь бумажку распечатку где все указано за что получил да каждый месяц получаем у нас приходит такая бумажка то что сколько ты получил сколько все это официальная бумага причем там же указано налоги и сколько на пенсионный фонд ушло сколько туда ушло сколько на страховку там сколько на медицинскую сколько все то есть приходит каждый месяц распечатка и это бумага вообще считается например с водяными знаками то есть такая ну да у нас их ну как бы запрещено показывать у вас запрещено показывать окружающим ну да не так не принято после этой бумаги нужно идти в банк когда кредит берешь они просят эту бумагу это знакомо что и тогда что официально то есть за три последних месяца ты должен принести чтобы показать что я работаю для такой доход вот потому что в некоторые думают что иностранный линион такая дефоральная структура от формирования да да живем лесу и нам дядька бородатый там башляет в конце каждого месяца нет это структура которая входит во французскую армию у меня тоже удостоверение личности какой у французской армии тоже удостоверение абсолютно слушай скажи а ты ты получил гражданство за это да да вот ты как его получил просто вот так раз уроденко столкнулся с тем что он говорит что служба в армии тебе облегчает именно и получение гражданства то есть тебя также было ли так как на общих основаниях шоу мне я лил общих основаниях сколько-то лет до нужно там во франции да да сколько там сейчас 5 лет через через три года можно подавать на гражданство да ну подавать можно дадут могут и попозже чё-то не туда я поехал через три года можно подать документы то есть тут через десять лет представляешь но не менее трех лет что я плачу налоги также делаю проливи он говорю мы платим налоги краны кстати мы же бюджетники солдаты мы платим налоги как и любой француз как любой человек у нас деньги большого борода я когда я всегда когда приехал был как бизнесмен я должен был отчитываться нанимать бухгалтера и принципе знаю что в сша например при оплате налогов всегда имеют бухгалтера но когда я стал работать вместо меня сама фирма подавала эти бумаги в налоговую и я уже не трачу ни на короче ни на учетник у нас называется на бухгалтера да ну вот и у меня все автоматически проходит то есть грубо говоря я уже знаю что в конце года они подадут и у меня все будет чисто у тебя у вас также там все это система и автоматически или вам приходит приходится как сша нанимать кого-то не до прошлого года у нас было то есть приходит бумага приходит досье человек его заполняет там пишешь просто парень хочу подписывать там уже доски написано сколько я получил за прошлый год мы платим за прошлый год когда в этом выбор и сколько я должен заплатить налогов а ты плачь конце года до плачь конце года до получаем я сразу отправлять в начале следующего за прошлый да но у нас также по логике было бы если бы я бы вел бы какую-то коммерческую деятельность или какие-то сторонние бы деньги получал а поскольку я получаю только нос со своей фирмы до который который меня нанимает то они платят в течение года каждый месяц отчисляют просто туда и те уже ко мне претензий не имеют у нас не видимо другая немножко система ну да если вдруг какие-то были вопрос у нас есть всегда юрист в части есть юрист военный который это гражданский человек который просто погону владели он с ним можно он там все объяснить все разъяснить если вдруг что-то там бывают ошибки бывают что больше чем надо заплатить вот и было и относишь это в налоговую полицию там или выплачиваешь там или чеком или наличкой или переводом вот а с этого года с 2020 первый раз у нас делали то есть автоматически снимается зарплаты удерживаются как каждый месяц да да то есть например грубо сказать мне пришла там бумага я должен заплатить там ну я пусть грубо скажу 500 евро в год я и подписал им отправили что да я согласен да вот я осведомлен я эти 500 евро разбивают на 12 месяцев и каждый месяц они меня там снимают схема у нас то четко сколько получил какой-то процент у нас порядка 30 процентов забирают у вас как с этим тут тоже ну как у нас не 30 процентов но вот если как тоже тут же тоже есть подводные камни как уйти от налогов как это у нас у нас у нас тоже есть и но у нас очень добродушно если честно в этом плане но одной когда я был бизнесменом там всегда можно было списать на что-то да там на дом на ремонт еще на что-то ну то есть действительно тратишься на дом да и как бы они это списывают ну вот а сейчас я заметил что нет так вот если вот если человек я скажу так если человек не женат вот он холостяк да он живет в части потому что это молодые они живут в части там все бесплатно и вообще бесплатно обеспечения они живут в части общежития по три-четыре человека комнаты со всеми условиями они ничего за это не платят они получают эти деньги за это вот если человек в таком состоянии то есть да то он платит порядка ну одну зарплату за как нужно отдать налогов о сколько это процентов посчитать если процентов наверно 10 где-то да и получается ну я прав нет ну да где-то так одну зарплату нужно отдать ну смотри у нас тут очень интересно у нас если человек зарабатывает нас правда ну понятно что чехия она более бедная страна мы здесь для нас хорошая зарплата считается 2000 евро да ну вот знаю что в цивилизованных странах германия франция ну и так далее италия там гораздо больше зарабатывают но 2000 во франции тоже нужно поработать здесь это считается уже очень хорошая то есть ты специалист значит ты хорошо устроился то есть и уже так особо не подвигаешься да не не бежишь хотя в принципе получше стало последние годы экономика просто поднимается ну вот и о чем я а то что если ты заработаешь меньше двадцати по моему тысяч крон это где-то 800 евро в месяц вот учитывая что где-то на два человека раньше жили на 500 евро теперь они живут где-то на 1000 евро 1200 это так два человека но цены тоже приподнялись там траты какие-то но и вот за эти 800 евро ты вообще ничего не платишь то есть ты ты не неимущий то есть ты настолько неимущий что себя государство не берет никаких налогов вообще а тут еще доплачивают а тут еще и доплачивают как это он получает зарплату ему еще государство приплачивает был один подчиненный и он у него значит было двое детей и младшая дочка там у нее были проблемы со и жена из-за этого она часто лежала в госпитале с ней в больнице и не могла из этого работать то есть он был единственный кормилиц в семье то есть получается ли семья из четырех человек а он единственный рабочий но работал плюс он снимал квартиру в городе за съем квартиры платил у нас где военный помогает снимается так снимает городе квартиры в них армия доплачивает часть суммы за съемку квартиры вот то есть ему ему например доплачивали еще но это хорошо и психологически наверно действует чтобы купить или снять себе нормальную квартиру именно он в конце года предоставлял свою отчет по зарплате поэтому они считали сколько он получил сколько это и в конце года не он платил а ему какую-то сумму еще один куском он так и дали в конце года вот но это очень неплохо это короче какая-то поддержка именно социальная так понимаю да ну да да просто двое такие а если человек получает молодые бойцы он живет за счет живет в части да в общежитии то есть он не зашли платят абсолютно его кормят поэт бесплатное жилье и плюс у него нормальная зарплата то есть ты тоже не платишься еду получается тебя тоже кормят бесплатно ну как ну в обед вечером приходится там на службе нет вообще нет даже у то вино тоже без да кстати об этом скажу это единственный полк в легионе где вино бесплатное других полках можно вино заказать бутылку виногр на стол тебе принесут обед поставить но там за это надо дать два три четыре евро да и кстати говоря многие очень думают просто насчет вина что многие в россии думают что вино до 15 евро это типа не вино по-настоящему это не так это есть разные вина и кто не бывает плохих вина в принципе ну вот нужно конечно нарваться но так сложновато но во франции вино уже такое хорошее вино уже 6 евро это уже 7 евро это уже хорошее вино я вот недавно мы ездили в италию женой повезли приятеля моего он хотел в италии оказаться и поехали там и нашли там программу и нашли в итоге вин в классе между четырьмя и пяти баллами вот с пяти возможно где-то наверно 4246 падали цена была 45 евро вот в италии то есть в общем то на удивление то есть я думал что это будет что-то какой-то заоблачные цену нет то есть цена них никогда не всегда говорит о качестве ну здесь мы со сколового вида покупаем тоже бордо они у нас есть и по 280 по 3 евро стала довольно очень нормально жена часто мотается во францию просто как бы она все время оттуда привозить всякие паштеты хорошее вино и как бы вот это вот ощущение того что там люди понимают толк в еде и в вине во франции как вообще на тебе на курсе ки что это хоть такое это остров какой-то да получается я даже так смутно я помню что оттуда родом наполеон по моему да наполеон отсюда родом с юга он оттуда на это курорт самая южная точка франции курорт большой достаточно остров или как ну он по моему если память изменяется по длине вот если птичьего полета по 180 километров с севера на юг вот там по дороже чуть больше не ходит ну чисто пляжи ну 200 километров так неплохо у нас наверное почти все ха у нас наверное такой такой величины чехия вот нет ну поперем правда нет ни одного серьезного производства на курсике ни одного завода нет очень они за корсиканцы смотрят очень чисто в плане природы и в плане населения то есть тоже взять францию вот нас проблемой иммигрантов здесь на курсике не волнует абсолютно их здесь просто нет что значит иммигрантов у вас же как бы иностранный легион у вас вообще это не должно по логике волновать иностранцы или что у вас служит мне как же нет просто я имею ввиду то что иммигранты сейчас всю францию заселили вот это сирия все вот это перебежала туда ливия не сирия ливия ну как тебя это беспокоит вообще в принципе ну как бы ты там был да во франции видела их все ну да я там часто бываю у друзей по выходным тут на самолет сел да полетел просто у нас у нас такие же благодать да у нас вообще принять там ужас там ужас что творится там ужас там есть там некоторые города превратились просто в свалки у нас у нас свалки превращают честно говоря наши родные цыгане но чехи воспринимают их как родных и как то вот это вот странное они все боятся мусульман очень боятся мусульман ну тут очень много пропаганды различных партий эти партии пользуются тем что они пугают сначала граждан а потом типа говорят вот если не хотите мусульман себе завтра в сад то вот как бы голосуйте за нас тут машина стояли я даже когда приехал удивился на весь город там но маленький городок мусульманин один который был готовил там шаурму да ну вот они поставили значит два автобуса с надписью типа антимуслимы муслимы и что-то такое там я говорю ну так поставьте сразу шаурмы и вот знакомые тоже чехи они там вот именно боятся этого когда им там внушают да они боятся но когда я говорю вообще-то как бы вас не беспокоит вот воруют цыгане да ну вот берут реально такие вещи вытворяют нет это наше поэтому я столкнулся немножко со странным вот этим вот как это назвать интернационализм не интернационализм то есть непонятное какое-то совершенно то есть это какой-то плод наверное пропаганда наверно все-таки результат с одной стороны внушают что цыгане свои хотя они по-настоящему не свои они тоже пришли они сюда пришли после во второй мировой войны но ты из румынии и словакию короче но на курсе кино понимаю никого нет а почему кстати и мне нравится это как решили корсиканцы но они могут кого-то не пустить до полиции просто не пустят и все есть такая кинокомедия называется корсиканец с этим жанрами посмотри это на кинокомедии она снималась на корсике и снято все как есть но корсика как это считается как у нас юг россии то есть такой криминогенный это самый криминогенный здесь здесь до сих пор решаются все с помощью ружья все вопросы можно решить в полицию никто не ходит что-то мне это напоминает какую-то итальянскую комедию когда это странная комедия есть фильм корсиканец он есть на русский язык переведен надо смотреть это вот именно здесь здесь джандармы сами боятся на улице выходить то есть но опять же корсиканцы они просто так никого не трогают у нас нет ни одного иммигранта ни одного на корсике потому что когда мэра верхней то есть верхние после нижние когда мир верхней корсики сказала что не мэра губернатор что мы в состоянии приютить 60 тысяч здесь на корсике ему местные сказали что или молчи или вплавь до континента до марселя поплывешь вот здесь у них есть такой так называемый национальный фронт освобождение корсики вот которые борются за независимость отделение от франции такой регион времена короче что нам не напоминает по моему ирландию но типа такого вот есть во франции такая есть страна басков типа каталонии испании как каталонии короче это в общем-то потенциальная горячая точка ну например ну да потому что примерно жандарма который сюда приезжает на четыре месяца в командировку они считаются на боевые действия на жандармы здесь ходят в бронежилет обалдеть белого дня потому что их не любят но хотя но с другой стороны корсиканцы у меня очень много друзей корсиканцев то есть они просто так никого не трогают то есть звучит все равно и как-то не очень оптимистичная со своей стороны вот к лету я как раз буду летом здесь кстати можно договориться приглашаю на корсику сразу говорю жилье с меня то есть жить есть не надо ничего жильем не надо беспокоиться я не совсем свободный человек потому что ну я же работаю я со своей страны на недельку на две то есть приедешь транспортом обеспечен то есть машина будет жить есть где море пляжи вода чистейшие они смотрят здесь за этим корсиканцы у них на улице я уже напугал приглашать какой-то криминальный но так они с собой да то есть они воюют государством здесь но между собой то есть именно с правительством но не туристов они не трогают значит работают четыре месяца в году мне тут мне тут просто я еду в этот в израиль да мне тут тоже схемку нарисовали и список такой знаешь я сразу читаю и когда вспоминаю западный берег реки ордан голландские высоты и сразу вспоминаю все эти горячие точки как бы наверное они просто не воспринимают они говорят что это безопасно они уже просто не воспринимают ну да когда надо в этом жить всю жизнь в этой ситуации ну так корсика просто ну спасибо за приглашение я подумаю если будет возможно потому что у меня есть в моих силах жить ездить будет на чем тут прекрасно можно заниматься спортом горы свежий воздух море ну естественно будет экскурсия и по части и экскурсия да заманчиво и я можно организовать и семинарчик небольшой я ребят соберу потренироваться то же самое почему бы не что чтобы не было это не только это и уже за счет но и это а Продолжение следует... 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 Продолжение следует...